Обо всем самым интересным и важным, как всегда, в нашей постоянной рубрике. Телетайп новостей. В Центре детского и юношеского технического творчества на протяжении этой недели проходит выставка работ учащихся по предмету технологии, где представлено свыше 900 изделий из 35 школ города и района. Открылась выставка в памятную дату для нашей малой Родины. В день 72-й годовщина освобождения останется Славянской от немецко-фашистских захватчиков. Ваши дела, работы, вы туда душу вкладываете. Хочу вас за это поблагодарить. И я думаю, это тоже в копилочку память тем вашим прадедам, дедам, которые отстояли независимость, чтобы мы сегодня занимались вот в таких прекрасных центрах развития творчества, межшкольных учебных комбинатах. Выставка проходит по 55 номинациям, среди которых радиотехническое творчество, художественная обработка древесины, моделирование одежды и многие другие. Законопроект о единовременной выплате за счет средств материнского капитала одобрен правительством и вынесен на рассмотрение Госдумы. Однако вся появляющаяся информация о том, что уже сегодня можно обратиться в пенсионный фонд за выплаты в размере 20 тысяч рублей, не соответствует действительности. Управление пенсионного фонда в городах и районах Кубани начнут принимать заявления после вступления указанного закона в силу. До жителей будет доведена информация о процедуре получения выплаты в документах, которые необходимо будет представить пенсионный фонд. Напомним, выплата в размере 20 тысяч рублей и средств материнского капитала предусмотрена планом первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности в 2015 году. 28 юных наездников приняли участие в конной эстафете, которая прошла в детско-юношеской спортивной школе «Изумруд». Это был настоящий спортивный праздник для ребят. В веселых стартах на лошадях социализались две команды, участники которых – воспитанники спортивной школы. Это еще способствует тому, чтобы привлечь массово людей для занятий конным видом спорта. Потому что спорт очень зрелищный, очень красивый. Вы видите, как дети проходят препятствия, как они радуются, как болеют за разные команды. Так что я думаю, в этом мероприятии победит дружба. Задание на маршруте участникам предстояло выполнить разного уровня сложности. От шага со страховкой до голопа и преодоления небольших конкурных препятствий. Главным для ребят в этой эстафете была не победа, а пережитые эмоции, чувство сплоченности и заряд бодрости. На Кубани в последнюю субботу марта отмечается ежегодный профессиональный праздник – День работника культуры края. В этот день чествуют тех, чьим плодотворным трудом создается и приумножается творческий и культурный потенциал региона – сотрудников музеев, библиотек, специалистов клубных учреждений, участников художественной самодеятельности. Накануне праздника, 27 марта, глава района Роман Сенеговский провел торжественный прием в администрации, куда были приглашены лучшие работники культуры района. Хочу поздравить вас с профессиональным праздником, творческих людей. Еще раз хочу сказать, что мне приятно, что вы прославляете Славянский район. Будем поддерживать материально-техническую базу по возможности, поддерживать все ваши начинания. Ну и успеха, удачи, процветания. Сегодня в нашем районе более тысячи специалистов трудятся в отрасли культуры. Это большой дружный коллектив, который обеспечивает работу культурных учреждений в городе, станицах и хуторах. Лучших представителей отрасли глава района наградил благодарственными письмами и памятными подарками.